Привет! Компания «АвтоСтронг» представляет новое подразделение «МотоСтронг», где вы можете выбрать и купить мотоцикл по привлекательной цене. Все наши мотоциклы доставляются из Европы без посредников, имеют все нужные документы и готовы к любым проверкам. Все наши мотоциклы готовы к поездкам. Не нужно ждать начала нового сезона. Мы предлагаем бесплатное хранение купленных у нас мотоциклов. Также поможем с доставкой. Обязательно позвоните в «МотоСтронг» по контактам и записаниям. Прямо сейчас мы разберем 7-ступенчатый автомат от Mercedes 7G Tronic. Эта коробка с очень неоднозначной надежностью. Встречаем! В конце 2003 года на Mercedes с двигателем V8 M113 появилась новая 7-ступенчатая трансмиссия, которая широко известна как 7G Tronic. В каталогах она обозначается W7A, а на автомобилях 722.9. Это автоматическая трансмиссия пятого поколения от Daimler. Эта трансмиссия стала первой в мире 7-ступенчатой автоматической коробкой передач для легковых автомобилей. Она ставилась практически на все Mercedes с продольным расположением двигателя. Первоначально эта трансмиссия была доступна для автомобилей с 6-цилиндровыми и 8-цилиндровыми двигателями с задним приводом. В сентябре 2006 года появилась версия для полного привода, а с весны 2011 года эта коробка подружилась с 4-цилиндровыми моторами. Достаточно долгое время, до 2012 года эта коробка не устанавливалась двигателями W12 в версии 65 AMG, потому что она способна переварить крутящий момент до 700 Нм. Поэтому такие двигатели агрегатировались с коробками с 5-ступенчатым автоматом 722.6. В конце 2008 года для версии 63 AMG была создана версия этой трансмиссии, которая работала в паре не с гидротрансформатором, а с многодисковым мокрым сцеплением. А в 2010 году для Mercedes S400 Hybrid была создана особая версия этой трансмиссии с дополнительным маслонасосом. С лета 2010 года такой же дополнительный электрический маслонасос был установлен на обновленных трансмиссиях 7GTronic Plus для работы системой старт-стоп. А в гидротрансформаторе обновленной трансмиссии появился маятниковый демпфер, то есть встроенный двухмассовый маховик. И сегодня мы будем разбирать коробку 7G Tronic 722.902, снятый с Mercedes 2005 года, который был оборудован двигателем V6 OM642. В конструкции этой трансмиссии используются три планетарных редуктора. Один планетарный редуктор Ravigno и два простых планетарных редуктора. За смену передач отвечают 7 многодисковых муфт, 3 пакета сцеплений и 4 многодисковых тормоза. В зависимости от автомобиля эта трансмиссия может оснащаться как отдельным радиатором для охлаждения масла, так и радиатором с жидкостным охлаждением от антифриза. В последнем варианте коробка может погибнуть от попадания антифриза в масло, поэтому владельцы устанавливают внешний радиатор и отказываются от встроенного. Это решение помогает лучше охлаждать АТФ и обезопасить трансмиссию от отравления антифриза. Данные о ресурсе трансмиссии 722.9 противоречивые. При трассовой эксплуатации, нормальном охлаждении и регулярной замене масла, которое предписано этой коробке, она может пройти и 400 тысяч километров. Но при постоянных отжигах, а также эксплуатации этой коробки в пробках жарким летом, она частенько приезжала на гарантийный ремонт. У Daimler был конфликт с производителем электронного блока компании Siemens из-за качества охлаждения АТФ, а также из-за ресурса платы. Кроме того, резиновые компоненты, поршни и уплотнения очень страдают от горячего масла. Специалисты рекомендуют раз в 10 лет разбирать коробку и менять резиновые компоненты. Эта коробка в сравнении с 722.6 удешевлена и облегчена, но все же проста в ремонте и обслуживании. Она отлично диагностируется фирменным сканером. В целом, в 2010 году эти коробки стали надежнее. В зависимости от года выпуска и версии трансмиссии 722.9 используется два вида масел – красное и синее. Красное – это базовое АТФ-134 с допуском 236.14. А после 2010 года в трансмиссиях 7G Tronic Plus используется энергосберегающее масло синего цвета FE АТФ-134 с допуском 236.15. Синюю АТФ нельзя заливать в старые коробки. Заправочный объем 9,5 литров. Через сливное отверстие удается слить 5,5 литров. Регламент замены красной АТФ – 50 тысяч километров, синий – 125. Уровень масла выставляется по переливной трубке. Для этого трансмиссия должна быть прогрета до 40 градусов и более. Включен режим паркинг либо нейтраль. Уровень масла считается достаточным, если масло льется струйкой либо часто капает. А вот если капли падение нечастое, то тогда надо доливать трансмиссионную жидкость. А в данную АКПП подойдет трансмиссионная жидкость «Ореол АТФ-МБ-236.14» производства Бельгия. Выгодно ее приобрести со скидкой 10% вы можете у нашего партнера компании «Армтек». Просто назовите промокод «STRONG» при заказе. Скидка действует не только на «Ореол», но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов «Армтек». Кстати, «Армтек» является эксклюзивным дистрибьютором «Ореол» в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Автомат 7G-Tronic на автомобилях с селектором, который находится на рулевой колонке, связан с ним проводами. Фактически этот переключатель передает команды модулю сервопривода. В модуле электромоторчик посредством зубчатой или ременной передачи перемещает рычаг, соединенный с ползуном выбора режима в гидроблоке. В нашем случае коробка с 211-го Мерседеса, поэтому никакого модуля сервопривода здесь нет. К сожалению, инженеры компании «Дальмер» не сделали этот модуль надежным. При выходе его из строя на панели приборов надпись «Не переключать АКПП», обратитесь на СТО. Коробка в этом случае остается в последнем выбранном режиме, то есть нейтраль, не включить, машину не отбуксировать. Единственным выходом остается эвакуатор с краном либо же подставки под колеса. Этот модуль легко доступен на яме и на подъемнике, его легко поменять и при замене надо адаптировать его под конкретный автомобиль с помощью диагностического ПО. Кроме того, сам подрулевой селектор АКПП нередко выходит из строя, а также возникают проблемы с датчиком положения штока в гидроблоке. Муфта блокировки гидротрансформатора оснащена двумя или тремя фрикционными дисками. Если говорить о коробке 722.9, которая работает в паре с двигателем ОМ642, то изначально было два фрикционных диска, а потом муфта стала трехдисковой и на коробке появился дополнительный масляный радиатор. Муфта блокировки гидротрансформатора на трансмиссии 7G Tronic работает в режиме контролируемого проскальзывания на всех передачах. Гидротрансформатор получился очень хлопотным. У спокойных водителей и на легких автомобилях он может прослужить 200 тысяч километров, а вот на тяжелых машинах и у водителей, которые любят поджигать, примерно 1100. Также хлипкой оказалась и обгонная муфта гидротрансформатора, которая начинает проскальзывать и стругать стружку. И все это безобразие сопровождается гулом, который отчетливо слышен при переключении со второй на третью передачу. Трансмиссия 7G Tronic удивила поклонников Мерседеса износом колокола. Разбивались посадочные отверстия передней кромки и масло насоса. Колокол оказался слабым, а двигатели Мерседес некоторые слишком мощные. Поэтому при агрессивной езде возникала резонансная вибрация, которая и разрушала колокол. Инженеры компании «Даймер» не нашли лучшее решение, чем в новых прошивках ограничить мощность двигателя в некоторых режимах. Он обещал разобрать эту коробку голыми руками и четырьмя головками. Итак, встречаем, Серега. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. Масляный поддон трансмиссии 722.9 не отличается коррозийной стойкостью и под воздействием реагентов ржавеет насквозь, а некоторые водители умудряются его еще повредить о препятствии. Но в нашем случае поддон как новый, поэтому мы его, естественно, поставим на продажу. И добавим, что стружка на магните отсутствует. Изначально трансмиссия 722.9 имела четыре разновидности масляных фильтров в зависимости от модификации. Затем это количество сократилось до двух. В продаже сейчас доступны новые образцы, которые отличаются тройной фильтрацией. То есть в конструкции фильтра есть сетка и два слоя тонкой очистки. Сейчас распетрушим и покажем. Серега. В масляном фильтре продуктов износа не замечено. Пока все выглядит хорошо и нарядно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гидравлическая плита, как правило, становится жертвой загрязнения масла фрикционным маслом. Осадком на последних километрах жизни данной трансмиссии. Если дошло дело до капремонта, то тогда гидроплиту надо вскрывать. И не исключено, что там найдутся поломанные пружины, которые, кстати, никак не влияют на работоспособность трансмиссии. В гидроблоке может обнаружиться износ отверстия соленоида главного давления, что приводит к утечкам, низкому рабочему давлению, перегреву и сгоранию фрикционов. Опытный диагност, который знаком с коробкой 722.9, может прописать ее замену масла. Это избавит ее от некоторых симптомов. Вообще, на практике с гидроплитой практически ничего не случается и соленоиды служат долго. Единственное, что могут задубить вот эти резинки, и тогда будет утечка масла. В центре электронной платы есть два датчика скорости. Один меряет входящую скорость, второй – внутреннюю. Эти датчики обладают сомнительным сроком службы. Чаще всего, есть мнение, выходят из строя из-за короткого замыкания вследствие намагничивания металлической стружки на контактах платы. После этого при движении автомобиль может просто потерять мощность и остановиться, а коробка перейдет в аварийный режим. На диагностике будут зафиксированы ошибки по датчикам скорости. В идеале надо поменять плату целиком на новую либо бушную и привязать ее к коробке. В продаже имеется полным-полно датчиков скорости китайского производства. Также китайцы делают платы целиком. Тут главное, чтобы владелец знал, с помощью каких запчастей решают проблему с датчиками. Датчики – это основная проблема 7G-Tronic. Серега подтвердит. Подтверждаю. В гидроблоке 8 соленоидов. Они все визуально похожи. Но у каждого соленоида есть свой идентификатор. Поэтому если соленоиды поставить в разнобой, то коробка сойдет с ума из-за неправильных адаптаций. На практике адаптации сбрасываются фирменным ПО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Масляный насос с трансмиссией 722.9 перекачивает через себя много масла с фрикционным осадком и структуром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый вынимаемый нами пакет фрикционов тормоз B1 задействован на второй и шестой передачах, а также на второй передаче заднего хода. По состоянию все отлично. И фрикционные диски односторонние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это барабан K1. Здесь есть вот такая вот крышечка для игольчатого подшипника, который вы уже видели. Так вот, в последних версиях вот эта крышечка интегрирована в барабан K1. То есть инженеры Daimler обновили барабан, и этот обновленный барабан можно при капремонте ставить на старые трансмиссии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сцепление K1 задействуется на передачах 3, 4, 5. По состоянию тоже все отлично. Здесь же в барабане K1 солнечная шестерня редуктора Ravigno. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тормоз B3 задействован на первой и седьмой передаче, на первой передаче заднего хода и на нейтрале. По состоянию тоже все прекрасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это редуктор Ravigno. Вот его коронная шестерня. Здесь есть игольчатый подшипник, который у очень агрессивных владельцев рассыпается, и коробка начинает ехать с очень большими ударами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Барабан K2. Его корпус находится на входном валу. Пакет сцепления K2 самый нагруженный и сгорает первым. Участвует во включении 4, 5, 6 и 7 передач. По состоянию у нас все прекрасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, посмотрите, редуктор Ravigno с удлиненными сателлитами. С ним ничего не случается, хотя корпус алюминиевый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сцепление K3 задействуется на передачах 1, 2, 3, 5, 6, 7, на двух передачах заднего хода и на нейтрале. По состоянию все тоже идеально. И здесь у нас появилось два планетарных редуктора. Один центральный, второй задний. Обратите внимание, что корпус заднего планетарного редуктора алюминиевый. У трансмиссии 7G-троник первых годов выпуска была проблема. Просверленные в алюминии посадочные отверстия разбивались, сателлиты перекашивались. И кромсали все вокруг, из-за этого планетарный редуктор приходилось менять. Позже для усиления инженеры добавили латунные шайбы. В нашем случае никакого намека на износ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тормоз БР задействован на двух передачах заднего хода, но по состоянию все так же. Все прекрасно. Итак, последние детали трансмиссии на сегодня. Тормоз Б2, который задействован на первой, второй, третьей и четвертой передачах. По состоянию все идеально, как и прежние пакеты сцеплений. Здесь же парковочная шестерня, а вот этот барабан является поршнем тормоза БР. Ну что, разборка закончена. И сегодня мы разобрали трансмиссию 722.9 в прекрасном состоянии. Вообще как новая. Ну что, Серега, резюмируй. Моё мнение, что трансмиссия 7G-Tronic от Dahmer достаточно надежная по механической части. Ко мне они попадали конкретно только с проблемами по электронной плате. Ну что, спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ-запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».